Рукопрещите Господу Тебя, Иисус, я буду славить всей душой Ты наполняешь мое сердце живой водой Тебя, Иисус, я буду славить всей душой Ты живешь всегда во мне, Дух Святой Тебя, Иисус, я буду славить всей душой Ты наполняешь мое сердце живой водой Тебя, Иисус, я буду славить всей душой Ты живешь всегда во мне, друг святой По благодати, я спасен По благодати, я спасен По благодати, я спасен По благодати, я спасен Тебя, Иисус, я буду славить всей душой Ты наполняешь мое сердце живой водой Ты наполняешь мое сердце живой водой Ты живешь всегда во мне, друг святой Ты наполняешь мое сердце живой водой 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 По благодати, я спасен Благодать! Я спасён! 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 Благодать! 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 Благодать во Христе, Благодать на Тебе и на мне. По благодати я спасен, по благодати Божьей. Я спасен, по благодати. Я спасен, по благодати. Я спасен, спасен. Аллилуйя! Прекрасный, чудесный народ Божий, спасенные! Давайте вас дадим великую славу нашему Спасителю, нашему воскресшему Царю! Это очень важно знать, в кого мы веруем. И мне хотелось бы, как принято на этой неделе, поздравлять всех восклицанием. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Слава нашему Господу за Его божественную любовь, Его жертву, Его посвящение людям. И я сегодня буду продолжать тему проповеди, что происходило после воскресения Иисуса Христа. И название проповеди я скажу в конце проповеди, потому что я знаю, что в конце говорится, хотя бы запоминается. Итак, друзья мои драгоценные, вот сегодня я был приглашен в одну из московских церквей, но учитывая, что я достаточно долгое время отсутствовал в нашей, поэтому я остался здесь. А сегодня одна из московских церквей празднует свое 135-летие. Это евангельская церковь, баптистская церковь. У нее есть яркие представители в нашем обществе. Ну, например, один из прихожанин церкви, когда он был еще маленький, юный, это Александр Проханов, наш известный православный сталинист, известный писатель и прочее. Он в детстве ходил в эту церковь. Это находится в центре Москвы. Более того, добавлю, что его дедушка, автор знаменитый Иван Степанович Проханов, автор всех сборников духовных песен, которая пела вся евангельское общество Советского Союза. Это очень знаменитый. Он был лидером евангельского движения до революции и сразу после. Но вот его внук, он как-то нашел себя в другом призвании. Он у нас большевик и так далее. Тем не менее, он сегодня там служит тоже. Несмотря ни на что, да. И там меня представляет мой родной брат, известный адвокат, юрист, член Президентского Совета. Мы с ним по молодости несколько лет были в той церкви. Я учился там проповедовать, я слушал блестящие проповеди, блестящих проповедников начала 70-х годов. Скажу откровенно, для меня это было очень важное время, где я формировал себя как человек, который влюбляется в Слово Божие. И, конечно, в той церкви, это очень старинная церковь, это очень приветствовалось знать безупречно Священное Писание. Поэтому я оттуда. Еще один известный человек, который вышел из баптийского движения, это Владимир Вольфович Жириновский. Видите, какие интересные люди выходили из той церкви, которая сегодня отмечает свое 135-летие. Я не буду называть и многих других. Тем не менее, их круг широк, и они все разные. И каждый себя посвятил различному поприщу. Я евангелизму, кто-то посвятил себя сталинизму, кто-то посвятил себя политической деятельности, как Владимир Вольфович. Но как бы воспитывались мы в одной культуре евангельской. Вот это уже нас объединяет. Дорогие мои, ну, праздники, конечно, приходят и уходят. Мы сегодня на утреннем богослужении помолились за эту церковь. Радуюсь, что там сейчас идет как раз торжество, поют хоры и так далее, как у нас было в пасхальном богослужении. Я начинаю проповедь. Прошла неделя после Пасхи. После светлого Христового воскресения. Мы радовались. Мы наслаждались общением с Богом. Мы радовались нашему богослужению. Было мощное присутствие славы Божьей. Мы пережили очень что-то удивительное. Мы увидели всю нашу церковь не вот так частями, как мы собираемся, а хорошую большую общину. И верю, что у нас будет скоро возможность видеть это регулярно в том месте, которое нам Господь даст. Тем не менее, я прекрасно понимаю, что общение с Богом происходит не только по воскресеньям. Оно происходит регулярно, повседневно. Оно происходит в рабочие дни. Оно происходит в разных местах. Независимо от местоположения христианина, там происходит общение с Богом. И вот я хочу, прежде чем я буду проповедовать на очень важную тему, продолжение пасхальных праздников, я хочу нам напомнить известных людей, которые были глубоко верующими христианами. Но многие из нас, может быть, даже не догадывались об этом, но зная их хорошо. Например, в этом году мы празднуем 125-летие рождения Джона Толкина. Это автор таких книг, как «Хоббит», как «Властелин колец». Вот что он однажды сказал. Если вы не верите в Бога, то вопрос, в чем состоит смысл и цель вашей жизни, задавать бесполезно. Ответа на него нет. По одной единственной причине, что вы не верите в Бога. А это означает, ваша жизнь бессмысленно. Это не я сказал, это сказал известный писатель. Кое-что мы читали, наверное, из его произведений, или видели снятые фильмы, например, «Властелин колец». В этой книге, в этом произведении нет ни единого слова «Бог». Кто читал, вы заметили. И критики, тем не менее, называют эту книгу «Властелин колец» консервативным и до ужаса христианским. Вот эта книга, она пропитана Христом. Вы знаете, драгоценные, не обязательно ведь везде писать на лбу «Я христианин, чтобы тебя все видели». Нужно быть настолько пропитанным Христом, как эти удивительные, уникальные книги, что вот через них пришли к Богу миллионы людей. Хотя там, как и в книге «Есфирь», нету слова «Бог». В книге «Есфирь» тоже нету слова «Бог». Но она настолько пропитана Богом, что люди, которые читают, они приходят к вере. Вы знаете, не без влияния Джона Толкина еще один человек стал христианином и написал великолепные книги «Клайв Льюис». Именно под влиянием, читая Толкина, он стал глубоко верующим христианином, сделавшись впоследствии апологетом христианства, то есть защитником христианской веры. Он автор книг «Хроники Нарнии». Наверняка кто-то читал или смотрел «Хроники Нарнии». Там буквально все пропитано Богом. «Письма Баламута». Кто читал «Письма Баламута»? Не все читали, я рекомендую. Маленький бесенок по имени Баламут пишет письма своему дедушке. Дедушке – это главный бес, дьявол. Пишет, как он пытается искушать людей и как у него не получается. И дедушка пишет в ответ, как надо вообще делать. Если вы хотите понять, как его искушает когда-либо дьявол, но вы пока еще не знаете, это искушение или нет, просто прочитайте прекрасную книгу вот этого известного писателя Льюиса, что вам знать. И он написал еще одну книгу, которая называется «Просто христианство». Удивительная книга, между прочим, рекомендую тоже. Вы знаете, а вот теперь давайте угадаем, кто написал эти слова. Здесь я как бы подсказал, я как бы назвал их имена. Тем не менее, Христос продолжает разговор с нами в Евангелии. Времени нет. Нет разрыва в две тысячи лет. Время отсутствует. Евангелие написано как бы вчера. И для нас. Иисус объясняет ученикам, казалось бы, такие простые и очевидные вещи они не воспринимают. А потом я понял, что это продолжается и по сей день. Мы тоже не воспринимаем часто то, что читаем. Его заповеди просты, естественны, человечны, но мы их плохо понимаем и плохо исполняем. А Он продолжает нам повторять прописные истины. Кто же автор этих слов? Вы знаете, мы все любим одну песенку. Вот сейчас я ее назову, мы все ее любим. Автор этих слов Александр Тимофеевский. Может быть не все вспомнят, что это за такой поэт, который написал слова, которые мы часто поем. Мы поем вот что. «Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам». Кто знает эту песенку «Крокодила Гены»? Вот автор этих слов о Христе, Евангелии он. И написал он их в 70-е годы, в советское время. Да, он сочинил легкую песенку для дня рождения. Вы знаете, но это человек глубокой веры, глубокого посвящения Богу. Вы знаете, не обязательно, чтобы у тебя на каждой… Вот, знаете, мы любим писать что-то там на одеждах, на воскрыльях наших одежды, любим что-то писать. Я там христианин, там спроси меня о Боге и так далее. Здорово, я как раз за это. Но, вы знаете, вот важно, чтобы вся жизнь, она светилась Христом. Вся жизнь была пропитана Богом. И нам не нужно, не обязательно вот кричать на всех углах. Я христианин. Написано в Священном Писании «Покажи веру без дел, покажу веру с делами». Покажи, чтобы наши дела, вот как эти величайшие произведения, как «Властелин колец», как «Кроники Нарнии», как все, что писали эти удивительные люди, которые были пропитаны Богом и заражали Богом других. И миллионы людей пришли к Богу через эти книги и фильмы, которые были сняты по этим книгам. «Я очень хочу, чтобы каждый из нас светился». Знаете, сейчас идут пасхальные или пасхальные торжества. Знаете, что такое праздники? Праздники вот спраздновали все, приготовились, мощно спраздновали, а на следующий день как бы что-то вот немножко просело. Как-то вот так напрягались, так радовались, так кричали «Воистину воскрес!» Так мы пели, молились, так наслаждением слушали Слово Божие, потом раз – и что-то оборвалось. Наступают будни, второй день, третий день, четвертый день. На пятый день, может быть, даже уже не помним, о чем проповедовал пастырь, о чем молились. Ну, так помнишь две строчки и радуешься, а проповедь была 45 минут. И знаете, вот это самое же и произошло сразу же после воскресения Христа. Вот давайте вспомним одно событие, которое так похоже. Между Пасхой и Пятидесятницей ровно 49 дней. Давайте вспомним Ветхий Завет. Моисей, по слову Господа, выводит Израиля, как раз совершается Пасха, и потом, когда они совершают Пасху, они выходят из Египта и идут в землю обетованную. Они идут ровно 49 дней, чтобы на пятидесятый день, в день Пятидесятницы, между прочим, праздник Пасха и день Пятидесятницы, это уж не совсем христианские. Это были взяты нами из Библии, взяты нами у Израиля, послушайте. Это очень важно. И на пятидесятый день, когда Моисей спускается с горы Сион, он приносит вне, не Сион, а гора Синай, спасибо. На Сионе там другие были, Давид и Сионская горница, куда упал Дух Святой. Именно там они были, в Сионской горнице, кто помнит, да? Слушайте, друзья мои, но это очень важный момент. Вот ровно 49 дней, семь седмиц. Семь седмиц нас отделяет между Пасхой и между днем Пятидесятницы. Но как в жизни Моисея, когда он вывел народ, вот эти дни были тяжкими. Потому что проходит некоторое время, он уходит на гору, никто не знает, где он, говорит, Моисей, человек Божий, исчез. Казалось, он дал свободу. Знаете, в Писании сказано, кого Христос, Сын, освободил, тот истинно свободен. Он их вывел из дома рабства, но раб остался в них. Дух рабства остался в них. Можно выйти из дома рабства, а раб остался в тебе. Поэтому то поколение должно было остаться в пустыне. И знаете, когда он спускается с горы, он несет десять заповедей, и он слышит шум радости, как ему показалось народа. Шум торжества оказалось, они танцуют перед золотым тельцом. И все пропало внутри, он разбивает эти скрижали. Потом опять поднимается на гору, Господь дает новые скрижали, но это было потом. И вот точно так же, когда пришла Пасха. Светлая Пасха Христово Воскресения. Христос воскресает из мертвых. Ученики не верят. Знаете, то есть самые были неверующие в тот день в Иерусалиме ученики. Двое вообще идут в Имаус. Мы об этом говорили на пасхальном богослужении. Я их назвал немножко духовными разбойниками. Вот. Они идут в Имаус и говорят, а мы это было, думали, нам казалось, что это он, который спасет Израиля, который принесет нам свободу. И он присоединяется к ним. И аккуратно, через пророков, через всю историю Израиля объясняет им, кто он. И потом внезапно открываются их глаза, и они понимают, что это Иисус. Но он исчезает. И вот таким они его еще не знали. Они думали, что когда они его видят, они его мгновенно узнают. Но после Пасхи, после воскресенья что-то качественно поменялось. Он стал другим. И он начинает приучать их быть другими. Послушайте. И он приучает их к совершенно новым, уникальным отношениям с ним. Он уже никогда не будет, как прежде. Когда они с ним виделись каждый день. Они вставали утром, он с ними. Они засыпали, он с ними. Они видели его в течение дня, он всегда с ними. И вдруг что-то качественно поменялось. Они в горнице. Прибегают женщины и говорят, мы видели пустую гробницу. Все собрались, кроме Фомы. Где был Фома, только один Бог знает. Потому что у него было полное уныние. Потому что несколько буквально глав перед этим, несколько недель перед этим, когда Филипп спросит, покажи нам отца. Фома вообще скажет такое? Вот вспомните, да? Когда Иисус говорит, куда я иду, вы знаете. И вы знаете место. Фома говорит, не знаем. Вот не знаем, куда идешь и зачем идешь. Послушайте, вот дух Фомы, как мы в русской традиции говорим, Фома неверующий. Вот этот вот дух Фомы, он настолько живуч. И вдруг женщины прибегают, и Петр прибегает, все прибегают и говорят, нет, его там. Приходит Мария, Магдалина, я видела его. И Иисус говорит, слушай, подожди секундочку. Мы его все очень любим. Мало ли кому что привидится из-за высокой любви. И вдруг внезапно он входит в комнату. Двери заперты. Он входит в комнату. И говорит, Дунул сказал, примите Духа Святого. Кому простить и будет проще, на ком оставить и будет оставлено. Послушайте, он начинает им говорить, они начинают вспоминать. Они боятся что-либо спросить, они боятся к нему подойти. Они не ожидали его таким увидеть. Ну воскрес, слава Богу. Ходи с нами, как всегда. Мы сейчас изменим мир, мы пойдем все вместе. Мы изменим Израиль, мы пойдем дальше в Самарию, до краев земли. Иисус, ты будешь с нами каждый день. Они боятся его спросить. И вдруг он исчезает. Вот таким они его не видели. Он говорит, не бойтесь. Дух костей плоти не имеет. Я человек. Они молчат. Он исчезает. Они в недоумении. Проходят еще восемь дней. Я не знаю, что они делали эти восемь дней. Я полагаю, что когда Фома пришел в тот же день и спросил. Мне тут рассказывали, что Иисус вам явился. Да, 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 мы его видели. А вы его хоть потрогали? Да нет. Слушайте, у вас, наверное, галлюцинации массовые. Вы его так любите. Так поверили этим женщинам. Так поверили, что Мария Магдалина видела воскрешем. Что-то не так. Они говорят, да нет. Нет. И тогда он говорит фразу очень важную. Прямо же в тот же день, когда он являлся учеником, он говорит фразу в Евангелии от Иоанна, в 20 главе здесь написано. Мы видели Господа. «Но Фома сказал им, если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу палец мой, перст мой в раны от гвоздей, и не вложу руку мою в ребра его, не поверю». Какая же мера неверия была в апостоле Фоме? Три с половиной года ходить с Иисусом, три с половиной года слушать его учения, проповеди, видеть чудеса, силы, знамения, и не верить, не увижу. Это, знаете, наша позиция. Не увижу, не поверю. Пасха прошла, еще пару дней некая эйфория, еще мы так по инерции радуемся. Потом надо ехать копать, не копать, сажать. Копать осенью будем, там другая радость будет. Нужно идти на работу, нужно покупать в магазин детям, нужно готовить еду, нужно кормить, нужно зарабатывать деньги, нужно платить налоги, нужно, нужно делать вот это, делать вот это, обыденность, обыденность, обыденность. А где пасхальная радость, а нету ее? Вот эта обыденность, она все съедает просто. Но послушайте, обыденность нужна. И я обязан, написано в Священном Писании, все, что твоя рука может делать, делай во имя Господа. Делаешь, готовишь еду во имя Господа. Работаешь на работе во имя Господа. Помогаешь ближнему во имя Господа. Благословляешь врагов во имя Господа. Прощаешь во имя Господа. Послушайте, мы все делаем во имя Господа. И тогда Господь на нашей стране. Но Он стал другим после Пасхи. Проходят долгие восемь дней. Они не понимают, что происходит. Думают, так он нам сейчас явился. Ну, Фомы не было, ладно. Он там, Фома-то, как всегда неверующий, хочет и руки вложить свои в раны его. Представьте себе, знаете, есть такое слово стигмы. Знаете, стигмы, это греческое слово, означающее незаживающая рана, стигмы. У многих людей стигматизм, когда рана не заживает, и течет кровь. Послушайте, Он говорит, я хочу вложить свою руку. Я хочу вложить там, где было копье. Я хочу вложить свои персты и пальцы. Он не соображает, что говорит, если это незаживающее, это дикая боль. Но Он говорит, я хочу проверить, я хочу убедиться, это Он. Я такого Христа не знал никогда. Я назвал это пробовать просто. Кем представляешь Иисуса сегодня? Таким, как Он был до Пасхи? Или таким, как Он стал после Пасхи? 14-16 глава Евангелия Таана. «Лучше для вас, если я уйду. Ибо если не уйду, утешитель не придет. Но когда я уйду, я умолю Отца, и Он пошлет вам другого утешителя, мир которого не знает, Дух Святой, который напомнит вам все слова, которые я вам говорил. И будущее возвестит». Вот о чем идет речь. Иисус начинает включать свою программу, свой план, который Он обещал. Будут другие отношения. Отношения будут строиться на других принципах. Он не будет рядом с тобой ходить. Он будет в тебе ходить. Это колоссальная разница между тем, каким Иисус был до Пасхи, и каким Он стал после Пасхи. Послушайте, они никак не могут к этому привыкнуть, потому что Он приходит внезапно и уходит внезапно. И при этом Он физический. И ты начинаешь понимать, это Он? Что это? Это Дух? Послушайте, друзья мои, помните Его разговор с Никодимом ночью, с одним из учителей народа Божьего Израиля, когда Он говорит, «Тебе нужно родиться свыше». Он говорит, «Мне что, нужно опять войти в утробу матери?» Он говорит, «Никодим, ты ли учитель Израиля не понимаешь элементарных вещей? Тебе нужно родиться свыше, потому что Дух, который сойдет на тебя, Он дышит где хочет, и ты не знаешь, как приходит и как уходит. И там написано, «Так бывает со всяким рожденным свыше от Бога». Он их переводит совершенно на другие рейсы. Он их готовит ко дню Пятидесятницы. Он говорит им, потом скажет в день своего Вознесения, через сорок дней после Пасхи, Он скажет им важные слова, «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и вы будете мне свидетелями Иерусалима, Иудеи, Самарии и край земли». Он их готовит, а они сопротивляются. Они не хотят такого Иисуса. Им нужен Иисус, проснулся, Он с тобой сидит. Засыпаешь, Он тоже с тобой сидит. И Господи, все голодные, накорми, сейчас накормлю. Господи, помоги, защити, благослови, спаси, помилуй. Вот таким Иисус они себе представляют, но они не представляют, что Он уже... Знаете, когда мы совершаем Святое Причастие, что мы говорим на Святом Причастие? Иисус сказал в 6 главе Евангелия от Иоанна, Он сказал, «Если не будете принимать эту святыню, эту чашу кровь и тело Мое ломимое за вас, то и вы не будете во Мне, и Я не буду вас, как Я в Отце, так вы во Мне, если принимаете святыню». Послушайте, Он уже им все сделал. Послушайте, все сделал, они не воспринимают Его, Он переключает их на другую реальность духовную. Он мгновенно исчезает, проходит восемь дней. Как вы думаете, чем они занимались эти восемь дней? Я думаю, они встречались и говорили, «Где Он? Где Он?» Ну, опаздывают, опаздывают. Давайте вспомним, что Он говорил, давайте вообще хоть что-нибудь, кто-нибудь. Вы знаете, Евангелие будет написано только во второй половине первого века, начиная с 64-го года. До этого они будут просто воспоминаниями делиться, какие-то письма будут, все. Слушайте, кто вспомнит, кто что помнит, что Он там нам говорил? Проходит один день, второй, третий. Слушайте, где Он? Где Он? Ну, почему Он не приходит? Может, позвать Его Иисус? Он не приходит, потому что не знаешь, не знаешь, как приходят и как уходят. Послушайте, вот здесь и начинается открываться некая тайна. Иисус, о, если бы ты был сейчас с нами, Иисус, бедный Фома, смотри, Иисус, ты не представляешь, Фома уже мучается в восьмой день. Мы вот собрались здесь сейчас, опять в этой горнице, через восемь дней, чтобы как-то успокоить Фому. Слова. Продолжение следует...